А перед началом обзора я хочу порекомендовать вам игровую мышь MadCatsRed 1. Грызун уверен понравиться многим геймерам за счет необычного стиля, а также удобства в использовании, качественные материалы, хорошее программное обеспечение и просто надежность. Мышь, к слову, недорогая, так что рекомендую обратить на нее внимание. Ссылка на магазин, конечно же, будет в описании, поэтому переходите и можете подробно все изучить. Привет, интернет! С вами Илья, и это новый ТОП Игр на канале Игродень. Сегодня мы посмотрим самые новые, сочные, яркие и крутые игрушки, а также я покажу самых активных людей из комментариев. Ставим большие пальцы вверх, если мы наберем нужное количество, то я тут же выпускаю новый ТОП. Ну и не теряем время, поехали! И первый участник нашего обзора это 248 Игра Головоломка. Это такая простенькая и в то же время яркая игрушка, в которой задача игрока это создавать линии из элементов одного цвета. Сразу говорю, в игре не совсем стандартное, но при этом очень уникальное управление. То есть здесь мы будем не только соединять цвета, но и также перемещать блоки для более крутых комбинаций. То есть, как думаю, вы уже догадались, наша задача это, конечно же, собрать линии из элементов одного цвета, и само собой, чем больше мы комбинируем, тем будет круче. В любом случае, так или иначе, у нас в дальнейшем закончатся все возможные комбинации, и мы выясним, сколько же баллов мы смогли получить. От себя скажу, что игра реально очень сильно затягивает, она не такая простая, и для победы нужно очень хорошо всё спланировать. Главное, не торопимся и приключаем внимательность на 100%, и думаю, тогда получится поставить крутой рекорд. Также я бы выделил здесь хороший дизайн, игра очень приятная, и это радует, уверен, она позволит вам скоротать время в ожидании чего-либо, поэтому советую заценить. Ну а мы идём далее, и сегодня я хочу показать вам свою любимую стратегию, Death on Zone 3 HD, и данная игрушка продолжает получать обновления. В этой ТДшке всё по классике жанра, мы расставляем башни и останавливаем огромные потоки войск противника. При этом в нашем распоряжении окажутся как старые, так и совершенно новые виды вооружения. В общем, главная наша задача, это грамотно всё здесь расставить согласно нашему бюджету, и уже развиваться в зависимости от тактики у противника. В общем, выполняем свои контур действия в ответ на агрессию, и думаю, тогда мы точно сможем всех остановить. Далее по ходу игры мы открываем уже другие локации, благо их здесь много, ну и продолжаем просто пачками валить недругов. Сразу предупреждаю, игрушка реально сложная, и от этого играть будет интересно. Хотя на самом деле здесь, конечно же, уровень сложности можно подрегулировать, если всё-таки прям никак не справляетесь. В общем, рекомендую тоже игрушку заценить, тем более, что она бесплатная. Элли энд Макс, это 3Д головоломочка в ярком стиле. Любознательная маленькая девочка Элли и её верный пёс Макс отправились на путешествие по таинственному миру. Мы, само собой, идём за компанией и уже управляем нашими милыми героями. Перед нами такая логическая игра, в которой используется как 2D, так и 3D вид. На самом деле, такая комбинация очень сильно добавляет игре интересу, поэтому рекомендую тоже попробовать. Вас ждут такие вот тематические карты с крутой воксерной графикой и более 80 уровней. Ну а следующий участник нашего обзора, это очень крутой неоновый дуалстик шутер. Перед нами реально очень быстрый и сложный шутер, который содержит в себе бесконечное количество случайно генерируемых уровней и видов врагов, вместе с тонными оружиями и другого снаряжения. Каждый раунд гарантированно будет отличаться, когда вы пробиваете себе дорогу через орды врагов под очень динамичный саундтрек. В игре нам будет доступно более 50 видов различного оружия, а также огромное количество модернизаций. В общем, не теряем время и рекомендую попробовать. Super Hyperball 2 это еще одна очень прикольная игрушка. Данный проект примечательен тем, что он объединяет в себе сразу два игровых жанра. Это пинбол и арканойт. Это такой синтез действительно яркий и очень динамичный. Разработчики решили не оставлять столь успешный проект и дополнили его сиквелом. По-моему, получилась очень классная игрушка, поэтому тоже заценить. Guns of Mercy это игра, сочетающая в себе экшен и очень крутую аркадку. Идет 2000 какой-то там год. Земля стала очень обширной и враждебной пустыней. История такова, что поверхность стала непригодной для жизни с момента великой войны против инопланетного вторжения. Здесь мы выбираем рейнджера и отправляемся к ядру земли, чтобы раз и навсегда уничтожить всех вредителей. Ну и последнее на сегодня это Overload Moba Car Shooting. Это моба на таких крутых машинках. Overload это просто мастхэв игра для вашего мобильного устройства. Она представляет из себя быстрые сражения в жанре моба на автомобилях с крутыми пушками, подкрепленная красочной графикой и горой адреналина. Помимо одиночного режима мы сражаемся в онлайне с игроками со всего мира и гасим всех подряд. Выбираем автомобиль, устанавливаем оружие, пристегиваем ремень безопасности и просто задаем здесь крутой рок. Ну что ж, от этого, что подходит к концу, я очень рассчитываю на вашу поддержку. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Ну а у микрофона был, как всегда, Илья. Всем хорошего настроения и до скорых встреч. Пока.